МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Юля. Меня зовут Николай. Меня зовут Максим. Меня зовут Алина. Сегодня воспитанник детского дома Рубен в гостях у семьи Земляных. Рубен – мальчик общительный, но все же в незнакомой обстановке вел себя сначала скромно. Мне нравится танцевать. И хочу заняться каким-нибудь таким спортом боевым. Для маленького защитника отечества в семье устроили проверку. Начали с простого – помощи женщинам. Сейчас мы займемся обедом. Вы поможете мне приготовить. И пока он будет в духовке, мы поговорим о грядущем празднике. Ну, пошлите скорее. И закипела работа. Только щепки летят. А точнее – картошка из-под ножей да прямиком в рукав и в духовку. Рубен быстро справился с задачей, да еще и другим успел помочь. Кулинарное испытание пройдено. Мы переходим ко второй части нашего плана. Какой у нас на носу праздник? 23 февраля. 23 февраля. Раньше это был праздник, он назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сейчас этот праздник называется День Защитника Отечества. А вот папа, оказалось, служил на флоте. И звание его тут, скорее всего, матрос, да? Матрос. То есть позади него он боевой корабль. Какая у них замечательная форма. Штаны черные, это голландка, так скажем, называется. Вот эта вот рубашка с длинным рукавом. Гюйс-воротник и бескозырка. У нас дети в учреждениях практически не видят мужчин. Они не знают, что такое мужчины. Образа и модели поведения никакой, собственно, нет. Им приходится брать пример либо со старших детей, которые, возможно, были в кровной семье, и там пример не сильно положительный, либо с героев современных мультиков. Там тоже лучше бы без этого обойтись. Поэтому нам нужна семья хотя бы на какое-то непродолжительное время, чтобы ребенок мог посмотреть, что такое мужчина, и как женщины с ним взаимодействуют. От теоретической части перешли к действиям. Каждый получил задание. Надо как бы защищать свою родину. Ну и хочу быть сильным, здоровым. Ну и еще мне нравится с ребятами там гулять на горке, в царь горы или еще во что-нибудь. Я очень хочу семью такого, как можно сказать, брата такого подвижного, такого, быстрого, ловкого. И сестру такую смешную. На прощание мы хотели бы тебе сделать подарок от всей нашей семьи. Держи. Ко дню защитника Отечества. Подарок. По вопросам усыновления и опеки Рубена обращайтесь по телефону 258-15-33. Убедились, что у настоящих защитников Отечества нет возраста. Виктория Лазарева, Константин Фролов и Константин Шубкин. Спасибо.